Ведический термин «новограха» означает «девять небесных тел» или «девять сокровищ», которые являются ключевыми в индийской астрологии. Расположение этих девяти небесных тел в момент нашего рождения влияет на нашу карму, наше желание и потребности, трудности и успехи, встречающиеся на нашем пути. Этими небесными телами являются Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн и две теневые планеты – Раху и Кету. То же название имеет украшение из драгоценных камней, выполненное в виде кольца, браслета или кулона. В нем каждая из девяти планет соответствует свой камень. Камень для Солнца – рубин. Заменить его можно гранатом, красным цирконом, красным кварцем, красным турмалином, красным шпинелем. Камень для Луны – жемчуг. Заменить его можно лунным камнем, агатом, кварцем, белым сапфиром, белым турмалином. Камень для Марса – коралл. Заменить его можно красным агатом, корнелианом, красной яшмой. Камень для Меркурия – изумруд. Заменить его можно аквамарином, передотом, зеленым агатом, жадеитом, зеленым цирконом, зеленым турмалином. Камень для Юпитера – желтый сапфир. Заменить его можно топазом, цитрином. Желтым жемчугом, желтым цирконом, желтым турмалином. Камень для Венеры – алмаз. Заменить его можно цирконом, белым сапфиром, белым прозрачным турмалином. Камень для Сатурна – синий сапфир. Заменить его можно синим цирконом, синей шпинелью, аметистом, ляпис-лазурным и синим турмалином. Камень для Раху – гессонит. Заменитель его является гиацинт, гомет или тигровый глаз. Камень для кету. Кошачий глаз. Заменить его можно бирюзой. Украшение приводится в равновесие всех влияния на нашу жизнь, всех планет. Устраняет отрицательное воздействие и усиливает положительные аспекты планет. Индийцы полагают, что новограхи обладают определенной энергией и способны оказывать специфическое воздействие на человека. Также они считают, что украшение новоратно притягивает положительную энергию небесных тел, тем самым помогая владельцу талисмана по жизни и оберегая его от неприятностей. Новоратно играет важную роль в ряде индуистских ритуалов. Во время закладывания дома, дворца или храма, новоратно кладется в его фундамент. Считается, что это придает строению прочность и долговечность, а его обитателям счастье и процветание. Поскольку новоратно – это не просто украшение, а своеобразное приношение в дань уважения девяти планетам новограхи, индийцы считают необходимым прочесть специальную новограха-мантру, прежде чем одеть свою новоратну. Новограха-мантра состоит из девяти стихов. Мантр для каждой из планет – грах. Будут в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok